Едем на наш шкутер по другому маршруту, проверяем километраж, насколько короче или длиннее от обычного нашего пути. Однажды мы ехали этой дорогой в темноте. И впервые мы плутали много, какой-то привлекательной, тогда она не показалась. Здесь пейзаж в поле. Впереди дорога. Она асфальтирована, но без ям. В отличие от той дороги, по которой мы на хутор через село едем, тоже асфальтирована, но ям. Здесь успокоены, скорее всего, светлые. Вот эти колодки, вот за этими полями, там из-за полоса, или село, или по Павловецка, куда мы поворачиваем, где-то от центра. Что за камень, не поняла. Памятный знак. Камень. Что это, я не знаю. Где мы вообще, я не ориентировалась. Сейчас вспомнили, в связи с ароматом, жутким, как на скотом аниме. Это скотомельный, ну, постомельный, это предприятие, которое переманывает гости. Здесь, видимо, полиза зеленый, что вы видите, как раз. Ну, вот так. Аромат здесь, как я скажу. Просто не зеленый пункт, а здесь нет. Если ветер погревает наушники через село, которые проезжают. Китай, весело, прилавательно. Ответает. О-о-о-о. 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 Глубное поле. Усея на желтике. Ну, кроме Рапса, я больше ничего не знаю. Чудок на форум присаживает. Куда мы приехали, только могу предполагать, чувствую, что эта дорога значительно длиннее, чем наша обычная. Сейчас мы мы будем плачивать направо и поедем мимо тех проселенных иушек. Так, вот такой тори. Может быть запахи этих желтых, этих кормовых трав перебивают немножко ароматных стамей дороги. Так красиво и огромно, довольно-таки дорогие. Здесь есть и такие непривлекательные пейзажи вдоль. Там более черная земля. Видимо, прорастет похожее. И здесь вот такая же дорога в латках. Латанный асфальт. Заплаты. И даже дырки. Как и там, где мы проезжаем. Да как и у нас в городе, в принципе. Все, едем, едем. Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий, в Śвейн-Цевале, в Беларуси. Ну, опять, смешно, где вы, видимо, погарочников. Здесь где и надо, видимо, то, еще особее, как точная точка, но здесь нет такой кордuin даже. Что это? Что это? Что это? Не знаю. Мука. Мукомерный, наверное. Какой-то комбинат. Посмотрите. Все равно, наверное, перемалывают. Семечки, может быть. Теплица такая или ангары. Заехали, наверное, в Великополовецкое с другой стороны. Вот так вот. И вот такой пейзаж есть у нас. Доказаев уже нет. Теперь мы переехали на нашу обычную трассу. Обычный маршрут село Великополовецкое, где, наверное, уже тысячи раз проезжали. Об этом сезоне десятки. А на автобусе уж я постоянно проезжала именно этим маршрутом. А вот направо эта дорога через как-то плотина Гребля. Через реку там стал. В каком состоянии нынче не знаю, но во времена моей бабушки она была довольно активная и надежная. А на автобусе. Спуск с нашей горки в деревне Михайловка. Слева стовок полноводный, справа. Сначала огнелевший, потом переходящий тот стовок, который вы видели не однажды. Зима набирала воду в баллоны. И это вот не Ниагарский водопад. Вот это вот, как сегодня, очень желтая и сухая и сухая и сухая и сухая. Того стовка, который полноводен в центре Великополовейского. Магазинчик очень-очень красивый и беззаботный.